Итак, сегодня на повестке дня у меня форель. Форель мне досталась достаточно крупная. Так вот, у меня здесь, наверное, на полкило уже. Итак, я хочу сделать отбивную из форели. У меня сегодня редкая радужная форель, но также можно готовить и более распространенную озерную форель. Почему отбивную? И почему я так называю это блюдо? Я хочу просто приколотить в форелевую мякоть немножко специй, чтобы она стала вкусной. И для этого ее немножко отобью. Отобью прям об доску. Итак, до отбивания я очищаю жабры, глаза. Они мне не нужны. Подрезаю вот так вот жаберные здесь чашки и вытаскиваю жабры уже рукой. Да, делаю это точно не женская возня с рыбой. Мне нужно очистить непосредственно чешую, потому что готовить я буду не филе, а целую рыбку. Если где-то вы пропустили чешую, ничего страшного. Она у этой форели абсолютно мелкая и чувствоваться не будет. Но все равно постараюсь вот этот радужный бачок зачистить максимально. Напоминаю вам, что эта радужная форель, она не родственница форели, которая водится в Атлантике и в других водоемах морских, а именно речная. Итак, я почистил от чешуи всю рыбку и теперь разрезаю ей непосредственно брюхо. Смотрите, как я неправильно обошелся. Это вытекла желчь. Ну и на старуху бывает проруха. Ничего страшного, хочу вас об этом предупредить. У форели есть желчный пузырь и он, конечно же, горчит, как и у всех абсолютно рыб. И только поэтому, когда я пропорол желчный пузырек, я стараюсь все внутренности вытряхнуть и, конечно же, пройтись брюшки салфеткой. Мне сейчас нужно небольшое количество времени, чтобы здесь навести марафет. Брюшка у рыбы чистая и теперь для приготовления отбитой форели я хочу удалить у нее хребет. Сделаю это следующим образом. Подрежу хребет непосредственно у головы и теперь пройдусь вдоль всего позвоночника и даже подрежу ее у хвоста. Теперь засучу рукава и доберусь до хребта уже непосредственно со стороны брюха. Итак, теперь нужно мужское усилие, чтобы хребет взять и пальцами аккуратно вытащить из рыбы. Возьму ее вот так за хвост, а второй рукой иду навстречу хвостовой части и вот таким образом выдергиваю хребет уже полностью. Все. Сейчас рыбка не очень красивая, но ничего. Теперь у меня рыба практически живая, но только без хребта. И теперь мне нужно просто сполоснуть руки, навести здесь чистоту. Я продолжу. Смотрите, я удалил хребет из форели и мякоть, оказывается, непосредственно у этой особи достаточно красная, очень похожа на морскую. Но отличительная полоса, радужная, что говорит о том, что это все-таки речная форель, идет по всему бортику. У меня сегодня редкая радужная форель, но также можно приготовить и более распространенную озерную форель. И смотрите теперь, что я сделаю. Я хочу свеклу запечь к форели. Считаю, что это вкусно, потому что блюдо будет напоминать известную слоеную закусочку сель под шубой. И гарнир в качестве свеклина будет как никогда кстати. Я ее обожму вот таким вот образом руками в фольгу и закопаю в угли здесь с краешку. Пусть она там себе загорает. Вот таким вот образом. Свекла достаточно твердая и пройдет минут, наверное, 40-45, чтобы она пропеклась и внутри была такая полусырая. Мне нравится свекла именно аль денте. И теперь я займусь приготовлением соуса и маринованием форели. Смотрите, как я сделаю ее вкусной. Пододвину к себе поближе. Где нож? Я обратной стороной ножа буду мякоть отбивать и потом приколачивать в нее специи. Итак, смотрите. Такой способ подходит для приготовления всех видов приставодной форели. И радужной, как у меня, и более распространенной озерной. Все, этого достаточно. Мякоть достаточно нежная. Теперь мне понадобится паприка. Здесь можно воспользоваться шафраном или куркумой. Будет тоже красиво и вкусно. Но в моем варианте я не хочу взбивать направленность цвета. Посыпаю сухой паприкой. Теперь у меня есть лимон. Незаменимая вещь при приготовлении рыбы. И я через руку полью всю форель обильно лимонным соком. Можете даже эти форелины купать в лимонном соке. Я ни в коем случае сейчас не шучу. Только потому, что именно купать. Люблю, когда хорошее количество кислоты, а именно лимонной, оказывается на мякоти. Что белой, что красной рыбы. Есть сорта рыбы очень нежные, со своим благородным привкусом, которые я иногда не сбрызгиваю лимонным соком. Ну, о них как-нибудь позже. Так, что же еще требует форель? Да, конечно же, соли. Достаточно обильно солю. Так. Немного сахара. Совсем чуть-чуть. Таким приемом пользуются повара при засолке рыбы. Когда оставляют на сутки две части соли и одна часть сахара, чтобы мякоть была такая сладко-соленая. Когда солим морской солью, помните, у нее сластина уже есть, и тогда я сахар не добавляю. Так. Ну, что же, что же. Где мой перец? Вот он. Посыпаю свежемолотым перечным миксом. Ай, какая красота! И теперь, как и обещал, еще приколачиваю специи непосредственно в мякоть. Вот так вот с помощью ножа вбиваю в мякоть рыбы, чтобы они никуда уже не убежали при приготовлении. Ну как вы, мои уголечки? Напоминаю вам, жар от углей должен быть такой, чтобы руку невозможно было держать 5 секунд. Это значит, температура 300 градусов. Если вы не можете держать и 3, то температура под 400. Сейчас демонстрирую вам. Я где-то могу держать 5 секунд. Мне этой температуры для приготовления форели более чем достаточно. Чтобы она не прилипла к решетке, догадывайтесь, что я сделаю. Я сбрызну всю мякоть растительным маслом. Ну и вот так вот аккуратно размажу везде. Потому что собственного жира форели может быть недостаточно. Какое-то количество мяса просто примерзнет. Все. Ба-ба-ба-бам! Вот такой вот в виде летучей рыбы. Хвост сейчас упадет на мангал. Вуаля! Ну посмотрите, какая красота! Сейчас форель действительно пригорела к решетке. Ни в коем случае ее не телебонькайте, чтобы она хорошо потом с помощью лопатки от нее же отошла. А я переверну доску и буду заниматься соусом. Итак, господа, форель без хребта превращена практически в лист бумаги. И самое плотное мясо находится в хвосте. Если хвост готов, то форель уж точно готова. По-моему, уже слюна побежала в рот. Мне нужно срочно приготовить соус и подавать. Смотрите, какой соус я предусматриваю к этому блюду. Я хочу удалить у помидор кожу и семена. Взять миску. Одну, вторую. Здесь у меня будет соус. Здесь у меня будут отходы. Отходы очень благородные. Конечно, я их выкидывать не буду. Я семечки превращу во вкусную аджику. Смешаю с тертым чесноком, положу соль. Этого будет достаточно. А непосредственно из мякоти посмотрите, какой соус у меня получится. Мне понадобится буквально один крупный помидор, чтобы приготовить соус. Для одной форели. Этот соус я никогда не готовлю заранее, потому что он отводняется. Хочу, чтобы вы наслаждались именно соусом, приготовленным на свежаке. Итак, режу помидорную мякоть кубиком. Если бы она была еще и без кожицы, мякоть такая, нарезанная кубиком помидорная, называется помидора конкассе. Наверное, от французского какого-то слова произошло. Готовлю столько лет и не знаю, что же такое томаты конкассе. Не открывал давно франко-русский словарь, только поэтому и не знаю, что же такое конкассе. Свекла у меня запекается на углях. Хочу довести ее до полуготовности. И посмотрите, что теперь я положу в соус. Я положу небольшое количество зиры, пясточку. Теперь семян горчицы. Они будут напоминать, наверное, вы догадываетесь, что просто икринки в соусе. Теперь мне понадобится какое-то количество перца. Так, может быть, небольшое количество перчика чили, самый хвостик, чтобы соус возможно было еще взять в рот. Потому что у меня сегодня настоящий чили, маленький огонек. Смотрите, господа, форель в таком способе переворачивать не надо. Поднимите решетку и посмотрите, как она уже заколеровалась. Колер мне нравится, процесс идет хорошо. Итак, еще буквально 3-4 минуты и форель я буду подавать. Ни в коем случае ее не переворачивайте. Только потому, что она очень тонкая и уже практически готова. Продолжаю с соусом. Мне понадобится один небольшой зубок чеснока. Да-да, чеснока. И теперь чеснок раздавливаю на доске и нарезаю достаточно мелко. Можно это сделать через чеснокодавилку, но я как профессионал никогда и не пользуюсь. Только потому, что для одного зубка он же там и останется. Поэтому нарезаю ножом. Тем более, ее потом еще нужно мыть. Отправляю в миску. Так. Отрезаю приличную дольку крупную на украшение. Отодвигаю ее в сторону. Дольку лимона я отрезаю. Оставлю ее на украшение. А из остального лимона выдавлю лимонный сок. Вуаля. Ну и теперь что? Остается соус слегка посолить. Посолить, налить каплю растительного масла и все перемешать. Вот такие вот кубики будут служить у меня соусом только после того, как я положил соль. Знаете, помидоры, мякоть стала отводняться и соус уже надо подавать. Соус готов. Семечки от помидор я не выкидываю. Приготовлю к мясу аджику из чеснока. В другой как-нибудь программе. А сейчас на подходе форель я воспользуюсь волшебной силой телевидения. Уберу 30 минут и буду подавать с печеной свеклой. Итак. Достаю свеклу из угрей. А! При натыкании вилкой, понятно, что она практически готова. А! Да нет, практически здесь слово не подходит. Она действительно уже готова. И теперь мне нужно взять тарелку, поставить гарнир в основание тарелки. Теперь я сбрызну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попало немножечко здесь фольги. Итак, растительное масло. Немного листиков тимьяна для аромата. Аромат пошел. Так. Соль. Важно кидать на горячую свеклу, чтобы аромат пошел. Форель. Я хотел вам еще раз напомнить, что форель по возможности не переворачивайте. Когда настает время ее подавать, вот так вот, как я, просто берем и подаем. Делаем вот такой вот перевертыш. Чуть-чуть рыбка у меня подломалась, потому что достаточно крупная. Вуаля. Теперь соус немного здесь. Так. И немного прямо на рыбу. Вот так вот достаточно хаотично. Соус течет сквозь рыбку. Укладываю лимон. Господа. Ну и напомню, как я готовил форель. А именно отбивную из форели радужной. Я взял охлажденную рыбу, удалил жабры и глаза, вспорол брюшко, почистил чешую. Удалил все внутренности и потом руками разломал хребет около основания головы и вытащил его аж до хвоста. Потом я рыбу надсек крестиком обратной стороной ножа, посыпал сухой паприкой, сбрызнул лимонным соком, солью, перцем и смазал маслом, чтобы она не примерзла непосредственно к решетке. Положил на тлеющие угли. Свеклу завернул в фольгу и не трогал 45 минут. Затем разрезал, посыпал листиками тимьяна и солью. Приготовил отдельно соус. Мякоть помидор разрезал, удалил семена. Кубиком нарезав положил семена горчицы, немного зиры, соль, перец, чеснока и немножко растительного масла. Господа, и вот эта красавица загорает у меня на тарелке с соусом из помидор, печеной свеклы и долькой лимона. По-моему, очень вкусно. Пойду еще в озеро за одной форелью. Субтитры сделал DimaTorzok